Кто включил эту музыку? Это чей видеоблог, ребята? Ну-ка поменяйте срочно! Всем привет, друзья! Меня зовут Валера и вы смотрите видеоблог сибирского парня из США. Уже неделю я отдыхаю и поэтому буду вам показывать и рассказывать, как же отдыхает дальнобойщик, как он проводит свое свободное время, чем я занимаюсь, когда я не работаю. Во-первых, этот отдых нужен был мне, потому что нужно было идти к бухгалтеру и подавать свои налоги по русски в налоговую декларацию за 2019 год. В прошлом видео у нас был первый призер нашего конкурса, которому я отправлю открыточку сегодня. Отправляем открыточку нашему первому победителю. Все, открыточка ушла. В конце этого видео мы скажем итоги следующего конкурса и назовем победителей, которые оставляли комментарии к прошлому видео, что у нас получит открыточки. В этом выпуске поговорим с вами о налогах, как дальнобойщик платит свои налоги в США. Очень много мне задают вопросов по этой теме и очень сложно на нее ответить, потому что здесь нету какого-то одного, например, подоходный налог 14%, чтобы просто это была какая-то сумма, чтобы можно было от любого своего заработка отнять одинаковый процент, например, 14, 15 или 20 и сказать вам, сколько нужно заплатить и сколько остается. Такого нет. Достаточно сложно об этом рассказать. Чтобы рассказать подробно, это надо идти и делать интервью с бухгалтером. Один час консультации у моего бухгалтера стоит 250 долларов, а сейчас еще и налоговый период, то есть с января до конца апреля. Все бухгалтеры в нашем районе очень заняты. Им не нужно записывать интервью, они не нуждаются в рекламе, у них столько клиентов, что они не могут спокойно вздохнуть. То есть с утра до ночи и с ночи до утра они работают, заполняют налоговые декларации, заполняют налоговые документы для всех наших людей. И могу вам сказать, что за эти 4 месяца бухгалтер заработает столько, сколько трак-драйвер не заработает и за 24 месяца. То есть если все говорят о том, что трак-драйвер работа интересная в том плане, что на ней можно неплохо заработать, то ребята идите учитесь на бухгалтера по налогам, на аккаунтер, текст препарер. И тогда вы будете зарабатывать за 4 месяца гораздо больше, чем трак-драйвер за 24 месяца. На заметку вам. Во-первых, всем своим друзьям, знакомым и просто трак-драйверам, которые меня смотрят, хочу посоветовать, если вы еще не подали свои налоговые документы, если вы еще только идете к бухгалтеру, то распечатайте все свои стейтменты банковские, то есть все свои документы о вашем счете, информацию о вашем счете. И посмотрите весь приход, то есть все деньги, которые вы получали за свою работу, сверьте весь этот доход. То есть это несложно, это за каждый месяц нужно открыть стейтмент и посмотреть приход. То есть когда вам перечисляли там, например, в каждом месяце 4 раза вам перечисляли зарплату. Просто просуммируйте весь ваш доход, несколько раз проверьте эту сумму и посчитайте свой тотал, сколько вы заработали за прошлый год. Почему я советую это сделать? Потому что в Америке жизнь такая, суета, времени мало и людям свойственно ошибаться. То есть очень часто компания, когда дает вам вашу 1099, вашу 1099 форму в начале года для заполнения ваших налогов, то в этой форме может быть ошибка. То есть там указано, сколько вы заработали. Так вот, возьмите свои банковские стейтменты и просуммируйте все суммы, которые к вам приходили с этой работы и посчитайте, такую ли сумму вам написал работодатель. Потому что если работодатель напишет вам больше, что вы заработали, чем вы заработали на самом деле, то вы заплатите, соответственно, с той суммы налоги. То есть вы заплатите больше налогов. Ничего здесь сильно страшного нет. Если вы найдете какие-то ошибки, вы скажете работодателю, работодатель скажет бухгалтеру, который, скорее всего, считал эти все налоги, считал все эти цифры. И они все это обязаны исправить, они все это исправят. То есть, не знаю, это очень редко может быть, что кто-то откажется исправить. Потому что если они откажутся исправить, и получается, что они захотели на вас повесить большие деньги, чтобы вы за них отчитывались, а не работодатель, тогда уже вы можете жаловаться, уже вы можете подавать в IRS, то есть в налоговую и так далее. Но я уверен, что все пойдут навстречу и пересчитают, сделают все так, как было на самом деле. Значит, в этом году, я вам могу сказать на своем примере, когда я посчитал свою сумму, у меня на 1100 не сошлось. То есть на 1100 больше я заработал, по мнению работодателя. Ну, здесь была какая-то мелкая ошибка бухгалтера, то есть никаких проблем, претензий у меня нет. Пришли к бухгалтеру, посчитали все правильно, сверили с нашими стейтментами и избежали этой лишней 1100, которая бы легла на меня, и я заплатил бы, соответственно, больше налогов из-за того, что я больше заработал за год. Когда моя жена проверила свою форму W2, я зарабатываю на форму 1099, 1099 чек, потому что у большинства трак-драйверов они оформлены как саб-контракторы. То есть они у них оформлены, они оформлены как предприниматели, small corporation, то есть LLC, limited liability, то есть по-русски как общество с ограниченной ответственностью. То есть каждый является предпринимателем. Трак-драйвер, он оказывает услуги по перевозке грузов и получает свою зарплату на форму 1099. Если вы являетесь наемным работником, то есть вы работаете в крупных американских компаниях, еще где-то, то есть вы получаете зарплату на форму чека W2, W2. Когда моя жена проверила свою форму W2, то она заметила, что ей не вписали туда local tax, то есть тоже пропустили одну сумму, тоже сделали неправильно. То есть local tax она уже платила, пока она работала, а они указали, как будто эти налоги не были уплачены. То есть тоже мелочь, но неприятно. Но все эти ошибки, естественно, мы сконтактировали с работодателями, работодатели сконтактировались со своими бухгалтерами и все эти ошибки были исправлены. Один мой друг мне позвонил проконсультироваться, так как у меня жена учится на аккаунтера, она уже закончила колледж и будет продолжать обучение. И он увидел, что ему работодатель заплатил, что работодатель на бумагах указал, что он получил на 20 тысяч долларов больше за этот год, чем он получил на самом деле. То есть, представляете, вот этот мой товарищ позвонил мне, проверил свои стейтменты и увидел, что на 20 тысяч больше ему начислил работодатель. То есть, 20 тысяч это уже серьезная сумма, представляете, да? То есть, на 20 тысяч больше он получил, и это 20% вот этих 20 тысяч он бы заплатил налогами еще. Но он этих денег не видел на самом деле. То есть, представляете, он попал бы на серьезную сумму. А работодатель тем временем эту сумму бы списал, то есть, что он заплатил эти деньги работнику, и с него налоги бы ему уменьшились. Как раз его заработок уменьшился бы на 20 тысяч, и его налоги бы серьезно снизились. Так что, будьте внимательны, всю свою прибыль, все свои цифры, сверяйте со своими стейтментами. Сколько вы заработали конкретно в каждый месяц, все проверьте. Окей, какие налоги же мы платим по итогу? Большая часть денег уходит на social security. Social security это, если дословно перевести, социальная защищенность, да? То есть, social security это пенсия, которую мы будем получать здесь после 65 лет. И Medicare. Medicare это медицинская страховка, то есть, после 65 лет, когда мы будем на пенсии, мы будем получать также бесплатную медицинскую страховку. Вот большая часть это social security, пенсия, и Medicare это медицинская ваша бесплатная страховка, когда вы будете на пенсии. Еще есть понятие pension. Понятие pension в Америке это понятие, которое, это означает ваши собственные отчисления в пенсионный фонд. Большинство трак-драйверов сабконтракторы, то есть, у них оформлено LLC, общество с ограниченной ответственностью по-русски, да? И большую часть налогов для трак-драйверов составляет как раз вот эта часть, social security and Medicare, то есть, пенсия и страховка медицинская, когда вы выйдете на пенсию. Эта сумма вместе social security and Medicare составляет 15,3%. Если вы наемный работник и работаете на W2, то для вас эта сумма составляет 7,65%, то есть, половина. И вторую половину будет платить работодатель. То есть, если вы сабконтрактор и вы работаете на себя, как большинство трак-драйверов русскоязычных наших, то вы платите 15,3% за social security and Medicare. Если вы наемный работник и работаете на форму чека W2, то вы платите 7,65%, а вторую половину платит за вас работодатель. Что из этого составляет social security, а что Medicare? Social security это 12,4% в тотале и Medicare это 2,9%. То есть, если вы сабконтрактор, то 12,4% вы платите на social security и 2,9% вы платите на Medicare. Соответственно, если вы работаете на форму чека W2, то все это делится пополам. И вторую половину платит работодатель. Для трак-драйверов это самый большой кусок налогов, который вам придется заплатить. Значит, начнем с того, что налоги мы платим. У нас есть total заработанных за год денег, это gross. Отнимаем отсюда все наши затраты, то есть, все, что мы можем списать, да, вот по-русски здесь принято говорить, все, что мы можем списать. То есть, от gross мы отнимаем все, что мы можем списать и получаем net income. То есть, эти все проценты мы платим от net income, то есть, от чистой прибыли. То есть, за вычетом всех списаний. После social security и Medicare идет у нас federal withholding tax. Это еще, это государственный федеральный налог на прибыль. Он считается от суммы после всех deductions, после всех вычетов. Этот налог варьируется от 10 и до 37%. То есть, вот почему здесь в Америке, чем больше ты зарабатываешь, тем больше ты платишь налогов. Это значит, что если вы превышаете определенные лимиты, это надо отдельно смотреть таблицу. Если вы превышаете определенные лимиты, то ваши налоги увеличиваются. То есть, процент от вашей заработанной суммы вы должны будете заплатить больший процент. И эти проценты варьируются от 10%, вот эти federal withholding tax варьируются от 10% и до 37%. Далее, кроме social security, Medicare и federal tax, кроме этого, еще у нас идет налог в штат. То есть, в каждом штате он разный, у нас в Пенсильвании 3,07%. То есть, дальше уже смотрите по штатам. Например, есть штаты, в которых этого налога нету, к примеру, Флорида. Но нет работы, нет налога. То есть, Флорида это штат, в котором в основном все отдыхают, не работают. У нас здесь с работы легко, работы много, поэтому и налог 3,07%. Дальше, после этого, еще у нас есть Local Income Tax или Earned Income Tax. В нашем районе этот Local Income Tax составляет 1% с чистой прибыли. Если кто-то живет в различных местах, то есть, в Сити, например, в Сити о Филадельфии. Я живу за границей Филадельфии, в штате Пенсильвания, но уже не в городе, не за чертой города Филадельфия. То есть, кто живет в Сити, в Сити о Филадельфии этот налог 3,88%. Те, кто работает на форму W2, платят все эти налоги с каждого чека. Если вы работаете трак-драйвером и вы являетесь саб-контрактором, то у вас есть много вариантов, как уменьшить свой доход. У вас можно много что списать. В каждом индивидуальном случае, конечно, здесь нужно консультироваться с бухгалтером. То есть, опять же, здесь нельзя сказать по всем людям какие-то общие понятия. То есть, в каждой семье случаи разные. Смотря кто где работает, смотря сколько человек в семье. То есть, в любом случае, здесь нужно вам консультироваться с бухгалтером, чтобы узнать правду по своему случаю. И, опять же, имейте в виду, что бухгалтер делает все с ваших слов. То есть, есть люди, которые зарабатывают много, а платят налогов мало. Как они это делают? То есть, они говорят бухгалтеру, что они потратились. Они купили навигатор, телефон, еще что-то. То есть, что они списали очень много. Если у них нет подтверждающих их слова чеков, то есть, подтверждения этих транзакций, то в течение 10 лет может прийти к вам проверка. И тогда вы будете платить или серьезный штраф, или вплоть до того, чтобы попасть в тюрьму. То есть, бухгалтер поставит свою подпись, но если у бухгалтера будет проверка, то он скажет, что вы ему сказали, что у вас были все вот эти параметры, что он может списать. И он сделал в соответствии с вашими словами. А уже чеки, подтверждающие все эти ваши транзакции, должны храниться лично у вас, а не у бухгалтера. За это уже бухгалтер ответственности не несет. Поэтому люди, которые зарабатывают 100 тысяч, а платят налогов копейки пару тысяч, то, конечно, я бы советовал им задуматься. Ну, у каждого личная ситуация, личное мнение, поэтому каждый делает так, как он считает нужным. Но я бы советовал действовать в соответствии с законом. Что же может списывать трак-драйвер? Какие же плюсы у трак-драйвера? Что он может списать, чтобы уменьшить свой инком, свой доход, свой чистый доход? Трак-драйвер может списать рабочую одежду. То есть, вот любую одежду, которую я покупаю. Понятно, что там, конечно, не нужно наглеть, там не должно быть Луи Виттонов, Баленсиага и прочего. Но вот простая рабочая одежда, она списывается. Дальше. Телефон, интернет, то есть телефонная связь, сам телефонный аппарат. Саплайс, это затраты, это означает затраты, например, на офис, на то, что вы что-то распечатываете, пересылаете, там, то, что вы купили себе принтер. Затем микроволновка, саплайс, все, что у вас есть в траке, что вам нужно для работы. Микроволновка, чайник, холодильник, все, что вы покупаете в трак для уборки, там, различные моющие жидкости. То есть все это может списываться. Также траковый навигатор списывается. Затраты на адвокатов, затраты на бухгалтера. То есть вот вы пойдете делать тексты, делать налоги к бухгалтеру, заплатите ему 350 долларов, там, 450 долларов. И это тоже списывается. То есть то, что вы заплатили в этом году бухгалтеру, 350 долларов. И, например, еще приходили на консультацию, еще 250 долларов. То есть все это уменьшает ваш гроз. То есть уменьшает ваш инком, уменьшает ваши полученные деньги. Все это вычитается из общего, из общей суммы заработанных вами денег. Дальше. Учеба в школе. Если вы учились на CDL, если вы сдавали на пермит, то есть все это тоже списывается. Также я читал, что различные туалетные принадлежности, там, зубные пасты, щетки, все такое тоже может списываться. Но наш бухгалтер нам сказал, что это уже слишком. То есть он это не списал. Почтовые затраты. Если вы покупали марки, конверты какие-то, отправляли какие-то бумаги своему работодателю, например. Дальше. Непредвиденные расходы. То есть, типа, например, трата на такси. То есть если вам нужно там вызвать Uber, доехать до трака, там тоже это тоже все списывается. Но в любом случае вам нужно иметь чеки, подтверждающие эту сделку, что вы потратили эти деньги. И, естественно, нужно консультироваться с бухгалтером индивидуально. То есть один бухгалтер скажет, что это можно, другой скажет, что это нельзя. Но в целом общие понятия, вот я вам пересказал сейчас, что можно списать. И это достаточно много. Основной статьей, которую списывает трак-драйвер, является питание. За питание чистыми списывается 63 доллара в день. То есть это достаточно серьезная сумма. В 2019 году чистыми трак-драйвер мог списать в каждый рабочий день 63 доллара. То есть, например, за неделю, за пятидневную рабочую неделю списывается 315 долларов. 315 долларов в неделю это сумма, на которую семья, например, из 4 человек может спокойно питаться. Ну или в моем случае моя семья. То есть я, жена и дочка, мы спокойно питаемся на эту сумму без проблем. Даже можно чуть-чуть подэкономить и питаться на меньшую сумму. Вот видите, у меня шпаргалки есть, потому что у меня жена занимается бухгалтерией. Много информации я себе распечатал, чтобы не забыть. Если вы думаете, что я читаю по бумажке, запятая, то это не так, точка. Так, что вас может удивить? То, что все ваши чеки, то есть, например, вы в начале каждого года, в ваш налоговый период, вы распечатываете все стейтменты со своих всех банковских счетов, проверяете, что вы там тратили, что из этого вам подходит под статьи, которые мы можем списать. То есть, кроме этого, если вот, например, на питание мы списываем 63 доллара в день, то есть чеки, когда вы покупаете еду, вы можете не сохранять. Но все остальные чеки вы должны сохранить. То есть я вам советую вместе потом с бумагами, со всеми, подшить все бумаги, прикрепить степлером чеки сзади. И все эти бумаги нужно хранить на всякий случай, на случай проверки, нужно хранить в течение 10 лет после того, как вы заплатили налоги. То есть, если в 2019 году я сделал, то в 2029 году я только смогу выкинуть все эти бумажки, которые у меня, значит, в отдельном ящичке лежат, в отдельной папочке, в отдельном ящичке лежат. Так что, ребята, относитесь очень к этому серьезно. Почему? Потому что обычные люди, вот такие, как я, простые, они работают. Ну мы же работаем, ну мы же пашем, ну мы же платим. То есть отношение простое. В Америке ни на что нет времени. Лучше я пойду, схожу в спортзал, или я пойду с друзьями выпью в ресторанчик или еще куда-то. Нет, вы должны все это очень досконально подшить, сложить, проверить, посчитать перед тем, как вы пойдете к бухгалтеру. То есть, если вы у больших фирм, есть буккипер, который занимается всем этим. У вас, так как вы обычный человек, вы должны своими налогами заниматься сами. Поэтому все это вы должны обязательно бережно иметь и хранить в течение 10 лет после того, как вы отчитались за определенный налоговый период. И если в России обычный человек никогда не заморачивался налогами, то есть у него все сразу вычиталось, и он получал себе свою прибыль, свою зарплату, уже не заморачиваясь ничем, то в Америке ситуация другая. В Америке каждому человеку все-таки придется научиться считать. Иначе он будет в проигрыше. То есть, если ты здесь не считаешь, то обсчитают тебя. Так что, друзья мои, следите за своими налогами, зарабатывайте много, но отчитывайтесь правильно. Если вы находите варианты заплатить поменьше, то пользуйтесь только законными вариантами. Ищите, как говорил Остап Бендер, добровольные способы отъема денег у населения. Но действуйте только по закону. А по итогам комментариев под прошлым видео, моя жена сейчас будет выбирать, кто у нас победил, кто получит открытку. Всем привет, я здесь, меня зовут Алина. Я считаю, что мне понравился, наверное, давайте двух или трех победителей, может быть. Так, мне понравился вот Толик, что за его братский лайк. Толик. Толян, поздравляю, открыточка прилетит. Денис, Денис, это вообще, конечно, здесь комментарии. Денис тоже суперподробный комментарий. Да, здесь очень подробный комментарий. Так сказать, не просто отписался. Еще третьего выберем, да? Да, третьего, я тут увидела еще комментарии. Вот, чистых мест и ровных дорог на работе. Прекрасно. Три победителя у нас, друзья, сегодня. Толик, Денис и Алекс. Толик, Денис. Одна открытка уходит Толику, другая открытка уходит Денису. И третья открытка уходит Алексу за три лучших комментария под прошлым видео. Друзья, супер, поздравляю. Напишите мне на e-mail. Или в инстаграм. Или в инстаграм, или на e-mail. Напишите мне ваши данные, чтобы я смог отправить вам открытки. Ставьте лайк. Делитесь этим видео с друзьями, если кому-то это может быть интересно. Подписывайтесь на мой канал, если вы еще каким-то образом оказались не подписаны. Увидимся, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...